Сегодня я хотел бы рассказать о фильме «Моя пиратская свадьба». Это американская черная комедия 2022 года. Привлекательная в первую очередь тем, что главную роль здесь играет Дженнифер Лопес. И поначалу я думал, что это будет нечто похожее на фильм «Билет в рай», тоже 2022 года, который вышел, по-моему, где-то они одинаково, обе эти картины, во всяком случае, у себя в Америке, появились. И вот «Билет в рай» – это комедия с Джулией Робертс и Джорджем Клуни на тему свадьбы. И получается, Дженнифер Лопес в то же время тоже выпускает фильм про свадьбу. Ну, там у них, конечно, есть некоторая разница с Джулией Робертсом, но, тем не менее, это все равно актрисы, можно сказать, одного поколения и в более-менее одинаковой популярности. Ну, конечно, там есть нюансы градации, безусловно, и Дженнифер Лопес мы больше знаем как певицу, и благодаря ее музыкальному вкладу, но, тем не менее, у нее же и большая действительно фильмография. И вот две комедии на свадебную тему приблизительно одинаково выходят. И, конечно, поначалу кажется, что они будут похожи, и оказывается, нет, они совершенно разные, и не столько по сюжету, но и по многим другим параметрам. И если «Билет в рай», о котором я уже рассказывал на этом канале, это действительно очень задорная такая обаятельная комедия, в которой Джулия Робертс выступает уже в роли не невесты, а матери, взрослой дочери, которая вот уже сама выходит замуж, то Дженнифер Лопес не сдает позиций, и она по-прежнему играет молодуху, она сама здесь невеста, и несмотря, наверное, на то, или даже не знаю, какое это слово правильнее употребить, но вот на момент выхода фильма Дженнифер Лопес 51 год, но вот она буквально баба-ягодка, само олицетворение, значит, вот этого расхожего такого русского термина, скажем так, да, то есть вот баба-ягодка, конечно, она в необыкновенных усилий, наверное, прикладывает для поддержания, сохранения себя вот этой какой-то такой абсолютной красоты, то есть она, конечно, здесь фигурирует вот в очень такой, как бы неловкой, в общем, на самом деле, не совсем обязательной сцене, скажем так, предсексуальной сцене, фигурирует здесь в труселях, но можно было бы без этой сцены наверняка обойтись, но как же обойтись, Дженнифер Лопес же она должна показать, во что она вкладывается безумными какими-то, наверное, усилиями, и за что она получает гонорары, тут все-таки нельзя скрывать, что Дженнифер Лопес, но актриса, она, конечно, профессиональная, но не из числа самых великих, что, конечно, один из основных ее козырей, это ее красота, это ее фигура, вот лицо, и, конечно, выглядит она в этом фильме совершенно безупречно, прям завидуешь молодому жениху, хотя он тоже сам по себе не молод, так вот, конечно, первое, что различает мою пиратскую свадьбу от билета в рай, это вот это обстоятельство, хотя ведь тогда уж, ну что же, тогда если сравнивать, в билете рай там тоже намек на то, что у Джулии Робертс с семейной жизнью все тоже наладится, и, в общем, тоже как бы вторая молодость ей откроется, но тем не менее, вот здесь Дженнифер Лопес, она невеста, и вот, пожалуй, вот это обстоятельство, что в главных ролях две крупные актрисы, и вот тема свадьбы, это вот единственное, а, еще третье обстоятельство тоже, которое можно было понять изначально по неким промо-материалам, то, что место действия, это не вот какая-то Америка, это экзотическая, ну, даже не глубинка, это экзотическое, туристическое место, билет в рай, это, по-моему, они поехали на Бали, если я не путаю, а здесь место действия официально происходит на Филиппинах, а снимали этот фильм, как я подглядел, на Доминиканах, в Доминиканской республике, то есть это, по-моему, совершенно иные края, но тут уже не будем вдаваться в географию, а по сюжету, вот молодожены, они решили выбрать вот такое экзотическое место и привезти туда всех гостей, но кто как хочет, в общем, пожалуйста, вот получается три фактора, которые вот эти две картины объединяет, но на этом и всё, потому что дальше всё уходит по разным дорожкам, и вот эта «Моя пиратская свадьба», она, конечно, очень любопытный фильм, вот с такой точки зрения, что здесь ключевое событие, ну, нельзя просто обойти, хотя, может быть, для кого-то оно и должно стать сюрпризом, но всё-таки, во-первых, и само название наше, оно уже подчёркивает, но на самом деле перевод, он вполне удачный, он, может быть, не вполне как бы буквальный, но, тем не менее, хотя бы объяснимый, потому что действительно врываются в повествование в какой-то момент пираты, и, немного не говоря, немного не мало, прямо говоря, они захватывают гостей, приглашённых гостей в заложники, и так получается, что именно жених с невестой, они единственные оказываются на свободе, и они вот вынуждены что-то придумывать, что-то делать, и, конечно, любопытен этот фильм в первую очередь тем, что вот за 20 лет, значит, Америка как-то уже вот, ну, сумела, как бы это сформулировать, пережить внутри себя вот эту травму, трагедию 11 сентября, и, ну, потому что здесь, конечно, нет никаких взрывов, но вообще тема террористов, которые, тем более, сберут заложники, она волей-неволей как бы отсылает вот к трагическим событиям в истории вот Америки, и, ну, и, понятно, не только Америки, но все-таки фильм американский, вот, о чем еще можно тут в первую очередь вспомнить, и это, конечно, хотя вот тут пиратская тема, но все-таки пираты-сомали, они вспоминаются так как бы не сразу, но, наверное, поэтому и взят вот такой азиатский регион, эти Филиппины, что вот там что-то там американцы слышали, что вот там действительно какие-то пираты есть, и что-то там происходит, но вообще вот вся тема, здесь же получается вот захват заложников, что это как не теракт, да, то есть такая попытка теракта, ну, во всяком случае, бандиты страшно, они могли бы всех действительно перестрелять, да, так вот и получается, что Америка уже как-то так переживала ту свою травму, и она уже готова на эту тему шутить, что, да, это черная, но это все-таки комедия, хотя порой так задумываешься, и, конечно, думаешь, блин, насколько об этом можно вообще шутить, то есть здесь комедия, скажем так, вроде бы все начинается с таких хаханек-хиханек, смешные гости, ну, в первую очередь, там, конечно, противоречие между родителями жениха, родителями невесты, значит, родители невесты, они либо разошлись, либо уже в разводе, ну, во всяком случае, то есть, я там не очень понял, оформлен ли развод официально, но в любом случае, у папаши уже там какая-то молодая любовница, родители, жениха, они такие какие-то, ну, как попростолюдины, скажем так, и, ну, такие наивники, ну, в общем, уталкивают, все начинается с каких-то таких столкновений, абсолютно бытовых и узнаваемых, и вот вроде бы, действительно, ну, мы можем тут вспомнить, вот наш аналог свадебного фильма Горько, вот все разворачивается в этом же стиле, но вот с единственным таким вот сюжетным дополнением в какой-то момент врываются вот эти бандиты в масках, с оружием в руках, которые переводят, соответственно, содержание фильма на иные рельсы, хотя тут смешное остается, и все там шуточки, ха-качки, ха-ха, как вести, допустим, себя с террористами, здесь тоже все это обыграно, кто чего слышал, тот как бы тем и оперирует, а вот что, допустим, там начинаются выступления со своими какими-то краткими биографиями, что надо очеловечить себя, что якобы террорист, террористу будет сложнее убивать заложника, если он будет в нем уже видеть человека, и вот там начинают вот представления, я такая-то, такая-то, там вот то-то, то-то, ну, в общем, ну, как бы так уже, немножко закрывая глаза, но ты это все смотришь, и, конечно, в это вплетаются постепенно элементы боевика, потому что вот этот жених и невеста, оказавшиеся на свободе, они, ну, потихонечку приходят к тому, что им надо сражаться, им надо что-то делать, им надо, в общем, спасать свои жизни, и поначалу, кажется, я, честно говоря, не мог поверить, что это будет какая-то реальная кровь, что это будет все-таки в рамках вот этого жанра, мне казалось, что все-таки это будет как бы немножечко под наружку, нет, нет, они там начинаются реальная как бы бойня, ну, такая условная, конечно, но жертвы, в общем, среди террористов, направивших оружие на мирных жителей, они есть, и вроде по заслугам, и вот вроде там, и действительно, там и гранаты взрываются, и пули свистят, и все остальное, остальное, это все присутствует, хотя, честно говоря, вот у меня изначальное подозрение, что это все-таки такой маскарад, оно присутствовало, и я оказался в этом прав, то есть, все-таки тут лежит в основе сюжета такой несколько шаблонный такой трюк, ну, не буду раскрывать детали, но, во всяком случае, на смотре на зрителя, он сможет догадаться о неком откровении, которое нам раскрывается где-то там к середине фильма, догадаться заранее, вот, тут большого секрета нет, но вообще, в целом, конечно, вот то, что теперь над подобного рода сюжетами американские кинематографисты готовы посмеиваться, то есть, это не просто, ну, действительно, стандартный боевик, да, что есть террористы, и, соответственно, там кто-то с ними расправляется, как они того заслуживают, а это уже вот именно с хихонькими хаканьими, с прибауточками такими, а тут элемент еще и мелодрамы тоже, да, то есть, потому что жених и невеста все-таки они не молоды, им уже, ну, артистам фильмов, как я уже сказал, по 50, и пусть они выглядят прекрасно и молодо, но тем не менее, да, и вот у них, конечно, перед самой свадьбой возникают сомнения, а потом эти сомнения в ходе дела, конечно, они полностью отвергаются, нет, любовь до гроба, и вот вот эта смесь жанровая, она с присутствием в сюжете, вот, значит, такой, как бы, группировки бандитов, вот я говорю, то есть, уже весьма любопытно, что американцы вполне готовы на эту тему снимать фильмы и как-то вот на тему заложников шутить, вот, наверное, это то обстоятельство, которое привлекает, ну, не то, что привлекает, но которое цепляет, внимание, то есть, которое нельзя как бы обделить вниманием, да, то есть, вот сам факт появления этого фильма, но в целом, я могу сказать, что он весьма симпатично смотрится и сам по себе, не столь симпатично, как Билет в рай, который лишён вот этого такого тёмного, скажем так, элемента в своём сюжете, в Билет в рай вообще замечательный, а тут, конечно, немножечко тебя в каких-то моментах коробит, но всё-таки они реально убивают людей, то есть, и когда одно дело, это если чистый боевик, это одно, а если это такая, ты не ждёшь этого, да, от фильма про свадьбу, это уже иначе воспринимается, но тем не менее, это, конечно, вот такая Дженнифер Лопес на тропе войны, да, суровая женщина, это красивая женщина, которая может быть в отважен, в нужный момент показать всю свою отвагу, всю свою боеспособность, она разрывает это, сковывающее её белое платье свадебное, в котором не могла дышать, и в какой-то момент она вот его разрывает, и вот с пушкой, что называется, наперевес идёт мочить врагов, которые обидели её семью, её родителей, и при этом она, не упуская случаев вообще, под дом ружья навести мир, в мир вот между семьями, вырвать обещание, начать дружить, что называется, и никого не обижать, но, опять же, вот элементы комедийные, вот, несмотря на то, что, конечно, какие-то моменты так тебя удивляют, но в целом, в целом это всё смотрится, и довольно-таки лихое действие, и как-то всё это, и какие-то есть интересные моменты, и порой ты, конечно, поражаешься, не то чтобы изобретательности, но вот все эти элементы, как, допустим, расправиться с террористами, они вот здесь даны, ну, очень, так, игриво, и, ну, действительно смеёшься, так, героиня, помню о том, что она обшикала одного из террористов, террористов, ну, захватили, я не знаю, как ещё, какое слово упоминать, одного из бандитов, да, которые вот захватили заложники теперь её гостей, и пришли по её душу, она опрыскивала его лаком, и помня об этом, она, значит, выпрашивает сигаретку, ну, якобы ей надо покурить, а бандиты про это не думают, сигаретку ей дают, она закуривает, и тут же поджигает эту маску этого террориста, он весь в огне, паника, ну, конечно, да, это, это, как в чёрном, в рамках чёрной комедии, это смешно, так же смешно, как она обходится с гранатой, потом, которая попала в её руке, она не может её выбросить, потому что чека уже сдёрнута, ну, как она её выбрасывает, в какой момент, это тоже всё интересно, и финал, который, конечно, прям поразительный, как, что там происходит с вертолётом, как, который догоняет парочку, удирающую на вот этом катерке, это, конечно, да, в общем, я так понимаю, сценаристы, очень создатели фильма так, прям похлопали себя в ладоши, когда они придумали, как именно им разобраться со злодеями, которые вот в погоне за всем этим, и, ну, думаешь, ого-го, то есть, какие-то вот интересные моменты есть и в рамках, вот, просто комедийной, как в рамках чёрной комедии, за всем этим любопытно наблюдать, ну, конечно, главной звездой экрана в любом случае остаётся Дженнифер Лопес, ну, потому что, действительно, вот, там, и сцена в Трюсселях, несмотря на то, что на всё её, как бы, неудобство и ненужность в этом фильме, она, конечно, запоминается, но благодаря тому, что, ну, это Дженнифер Лопес, ну, потом она-то очень так миленько смотрится и вполне в духе вот держит тоже вот этот настроение и вот, как бы, энергию экрана её партнёр Джорджа Дюамейль, который тоже совершенно прекрасно сохранился, мне этот артист в первую очередь известен благодаря Трансформерам, ну, как и многим другим, наверное, ну, хотя у него есть и иные фильмы, ну, такой мужчина-красавчик, ничего не могу сказать, появляется здесь вот на новом витке своей популярности Дженнифер Кулич, который вывел вновь из какой-то такой актёрской спячки сериал «Белый лотос», о котором я здесь тоже уже рассказывал и который, конечно, ей подарил вот новый виток популярности, вот она вот в образе такой мамы-жениха такой хохотушки-простушки здесь выступает и, конечно, очень любопытно, я себя поймал на мысли, что когда здесь появляется бывший парень героини, я сразу подумал, блин, как похож на Лени Кравица, да, но, то есть, в общем, понятно же, что это не Лени Кравица, что это какой-то похожий чувак, в общем, ну, прямо он и пребывает здесь, как рок-звезда такой, и дальше вот такой весь это с расстёгнутой вот рубашкой, там, вот это всё, и я думаю, ну, кто-то вот, да, нашли какого-то, не знаю кто, но, блин, похож на Лени Кравица, и каково же было моё удивление, когда я в титрах, финальных уже титрах, вижу, что это действительно Лени Кравица, а я почему бы как-то не верил в это, потому что Лени Кравица у него очень такая, да, он ведь именно какой известный рок-музыкант, в чём, конечно, с Дженнифером Лопеса они близки, Джей Ло, конечно, она поп-певица, но тем не менее, два вот музыканта, но если у Лопеса всё-таки заметная такая действительно большая фильмография, а Лени Кравица в кино, он был замечен до этого, в общем, очень-очень точечными появлениями, это если не считать его появлением в образе самого себя, в образцовом самце, это он дважды сыграл, ну, не дважды, там, несколько раз сыграл у Ли Дэниелса, довольно-таки отвратного, на мой взгляд, режиссёра, но который составил себе имя, благодаря таким фильмам, как «Сокровище» и «Дворецкий», и вот оба раза Лени Кравица у него играл, я так понимаю, играл у него и в других проектах, не столь как бы прогремевших и не столь известных у нас в частности, и дважды Лени Кравица появился в «Голодных играх» в двух сериях, ну, вроде бы и всё, и поэтому я как-то никак не думал, что он продолжает кинокарьеру, а, возможно, вот он посмотрел на успехи своей дочери, которая сейчас по каким-то параметрам даже стала популярнее его и решил, что нет, надо возвращать, вот, и надо попробовать что-то ещё, но тем более он тоже совершенно прекрасно выглядит, а он ещё и постарше, чем исполнитель главных ролей, и вот совершенно этого никак не скажет, он в совершенно роскошной форме, а вот, но я имею в виду физическая форма не актёрская, потому что фильм как бы не предполагает каких-то прям вот выдающихся актёрских работ, во всяком случае это роль его, ну и, конечно, для меня смешно тоже, что я вот с самого начала и подумал, Леонид Крайвис весь фильм смотрел, думая, что это наверняка не он, и, конечно, распиялся, когда увидел, что это всё-таки он, ну, тоже добавляет этому фильму как бы некий плюсик в его копилку, некое дополнительное очко, и я вновь забыл, как это иногда у меня бывает, когда забыл упомянуть имя режиссёра, это бывает, когда вот мне особенно фигура режиссёра, она вроде бы и нужда, потому что это явно мы в данном случае не на имя режиссёра-постановщика смотрим, когда идём смотреть эту мою пиратскую свадьбу, но тем не менее, да, всё-таки у меня киновический, киноманский такой рассказ режиссёра этого фильма выступил Джейсон Мур, который, наверное, можно сказать о его главном успехе в 2012 году он прогремел фильмом «Идеальный голос», первая часть будущей франшизы, довольно-таки успешной и вполне себе приятной. Вот удивительно, что он, как порой в американском кино это бывает, что некий режиссёр запускает потенциальную франшизу, но потом её не удерживают почему-то для следующих серий по каким-то причинам продюсеры приглашают других постановщиков, и вот тот режиссёр, который так успешно всё начал, он уже, как бы, оказывается, не удел. Вот это тоже случай Джейсона Мура, уж не знаю, сам он отказался от второй серии «Идеального голоса» и от третьей, или так уж вынудили обстоятельства, но тем не менее, вот «Идеальный голос», он, наверное, единственный такой громкий фильм, который им был поставлен, правда, у него был ещё фильм «Сёстры» с Тиной Фэй и Эмми Поллер, но как-то он, по-моему, не особо прогремел, во всяком случае, у нас, в нашем прокате о себе особой памяти не оставил, вот его я уже не видел, но вот получается, вот это моя пиратская свадьба, это второй фильм Джейсона Мура, который я посмотрел, но вот теперь лучше это имя запомню, потому что, ну, картина, опять же, она играет вот в разные совершенно вроде бы игры, вот это получается такой коктейль, можно сказать, из несовместимых жанров, а тем не менее, здесь всё совмещается, здесь всё смотрится довольно-таки хорошо, не скажу, что прям идеальный выбор на вечер, ну, потому что всё-таки какие-то определённые такие нюансы, которые заставляют, заставили меня, во всяком случае, содрогнуться в этом фильме, присутствуют, но тем не менее, но тем не менее, всё-таки определённо, немного весело, задорно, кого-то там убили, но ничего, главное, что всё закончилось хорошо, и они всё-таки поженились, это я вам рассказал сейчас главный-главный секрет, а то вдруг бы вы не догадались.